Всем привет! Это 100% первый итальянский канал на русском о консолях и видеоиграх. Сегодня посмотрим на часть игр из моей коллекции для Nintendo Switch, которые представлены на физических носителях. Рассказывать про каждую игру не буду, они и так вам всем хорошо известны. У меня есть информация для вас поважнее. Поэтому на фоне нашего разговора пойдет видеоряд с моей коллекцией. Посмотрим на оформление каждой игры и обсудим варианты покупки, наиболее актуальные в настоящий момент. А в конце я покажу вам очень редкое коллекционное издание, в которое входят две игры. Его заказали для одного из наших подписчиков на итальянском ebay. А сам ролик предлагаю вам продолжить на море, так как погода в Италии сегодня отличная и лето обещает быть жарким. Впрочем, как и предстоящие релизы. Итак, дорогие друзья, с момента покупки Nintendo Switch я купил около 150 игр, что ни много ни мало. Конечно, большая часть представлена в цифровом виде и собрана благодаря регулярным распродажам в eShop. Да, и до недавних пор я использовал русскую учетную запись, так как цены были в сравнении с итальянским eShop заметно дешевле. Но пока русский магазин о техническом обслуживании, пользуюсь своим вторым итальянским аккаунтом для eShop, что по мне очень удобно, чем переключать каждый раз регион в настройках аккаунта и следить за остатком средств. Потому что если останутся хоть какие-то деньги на вашем аккаунте, регион переключить вы не сможете. Стоит заметить, разница в цене наблюдается и на физические издания игр, если сравнивать европейские цены и русские. Физические издания в России, опять же, существенно дешевле, по крайней мере, были до 2022 года. В настоящее время популярность на картридже выросла в разы. Если раньше их покупали в основном коллекционеры, то сейчас и обычные геймеры предпочитают иметь в своей коллекции то, что не превратится в цифровую тыкву из-за политики той или иной компании. Пока что лидер по цифровым тыквам компания Sony, которая ограничивала своих фанатов от какой-либо возможности покупать онлайн. Мы пробовали европейские карты оплаты на русском аккаунте Sony. Не прокатило, нужно целиком и полностью создавать новый аккаунт, например, итальянский, чтобы появилась возможность пользоваться магазинами и покупать игры онлайн при помощи европейских карт оплаты. А вот мои любимые компании Nintendo и Xbox оставили нам огромную возможность покупать дальше цифровые версии игр путем смены региона и покупкой карт оплаты у посредников. Сейчас я отслеживаю рынок видеоигр в России и вижу дефицит в новых релизах на физических носителях. Собственно, и на сами консоли, дефицит которых возник еще ранее из-за проблемы с нехваткой полупроводников. И тот, кто заявляет, что игровые гиганты, как Sony, Xbox и Nintendo выкатят обновленные модели консоли в ближайшие два года, по-моему, не прав и глубоко заблуждается, так как у них и так большие проблемы с производством и поставками текущих моделей консолей. Кстати, поэтому мы и создали с известными русскими ютуберами онлайн-магазин по продаже консолей, видеоигр и аксессуаров. С заставкой из Италии. Имена и никнеймы просили пока что не называть. Совсем скоро они и сами все расскажут на своих ютуб-каналах. Ремарка мелким шрифтом. И если вы владелец ютуб-канала и хотели бы посотрудничать с нами на взаимовыгодных условиях, будем рады, обязательно пишите. Через итальянский e-shop я брал дуэту в основном для теста облачные игры, когда пошел хайп о будущем облачного гейминга. Я очень верил, что Nintendo и дальше будет развивать данную технологию. Но в облаке с тех пор появилось не так много игр. Одну из них я жду до сих пор. Конечно же это заявленная облачная версия Dying Light 2, релиз которой для Nintendo Switch перенесли на август. Хотя эту игру я уже купил для Xbox Series. Кстати, вы помните слух о том, что Game Pass или GX Cloud появятся на Switch? Правда, это было бы действительно неплохо. Но это были лишь разговоры. Не думаю, что официально такая возможность может появиться в будущем. Хотя Nintendo Switch идеально создана для облачных игр. И таким образом компания Nintendo повысила бы в разы продажи и приобрела бы новых фанатов в портативной консоли Nintendo Switch. Свой аналог облачного гейминга в портативе я показывал в предыдущем ролике. Подсказка сейчас появится на экране справа вверху. И в целом уже делала обзор на облачные сервисы. Это было одно из первых видео на данном канале. Ролик тоже актуален, смотрите и его. Что касается моей коллекции, я продолжу покупать как цифровые, так и физические издания. Ждем от Nintendo больше игр, так как игр много не бывает. А из громких релизов Mario Strikers совсем скоро появятся в продаже. А вы уже поиграли в демку? Вопрос о покупке игр остается открытым для многих. В комментариях и в нашем Телеграм часто спрашивают, а как сейчас покупать игры для Nintendo Switch, да и для других консолей тоже. Есть несколько актуальных вариантов. Цифровые версии вы можете покупать без проблем, если переключите регион на консоли. Например, на итальянский. Как у меня. Или создадите еще один аккаунт, чтобы по мне более удобно. А сейчас у многих появился вопрос, а как же оплатить? Ведь международные платежи не работают. Они отключены в России. Все очень просто. На нашем сайте есть карта оплаты для европейского итальянского eShop. И это один из самых первых товаров, который появился в продаже у нас. Второй вариант. Это возможность заказать физические издания игр с доставкой из Италии. На сайте уже большое количество как новинок, так и просто популярных игр для Nintendo Switch. Все товары закупаются в итальянских официальных магазинах. По локализации и наличию русского языка можете не переживать. Если разработчикам предусмотрен русский язык, то он будет и в итальянской версии игры. А сейчас я предлагаю посмотреть на заказ нашего подписчика. Мы его сделали с итальянского eBay. В комплекте идут две игры. Гост 1.0 и Unepic. А также дополнительный контент в виде саундтрека, сертификата и красиво оформленного мануала. Распечатывать я по понятным причинам не буду. Картридж будет отправлен нашему клиенту уже в эту пятницу. Надеюсь, вам понравился ролик. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь. Пишите ваши вопросы в комментариях. Ни один не останется без ответа. Всем спасибо за просмотр. Ари Ведерчи. Чао-чао.